Здравствуйте, я Саркисян Захар Аганесович, врач ультразвуковой, функциональной и лучевой диагностики, кандидат медицинских наук. Работаю в клинике Евроонко и сегодня я отвечу на самые частые вопросы пациентов по ультразвуковой диагностике. Знаете, тема вот очень актуальная, где-то, наверное, 80 процентов врачей ультразвуковой диагностики, которые вообще не из нашей темы, они вообще тоже не знают, что это такое. Ошибка именно пациентов, они же тоже так же думают. Это же пациенты, они так говорят, а я их поправляю. Ультразвуковое исследование – это метод клинической оценки органов и тканей, основанной на фиксации отражения ультразвуковых волн от органов и тканей. Ультразвуковой аппарат состоит из трех частей. Это монитор, процессор и третьим компонентом является ультразвуковой датчик. Ультразвуковая диагностика состоит из трех компонентов. Из эхографии – это метод визуализации органов и тканей. То, что мы сейчас видим – черно-белый снимок на экране. Второй компонент – доплерография. Доплерография – это метод визуальной оценки движения жидкости и ткани внутри организма. Ну и третьим компонентом является эластография. С помощью эластографии мы дифференцируем злокачественное образование от доброкачественных. Ультразвуковое исследование назначается в трех случаях – в экстренном порядке, в плановом порядке или как скрининговые методы исследования. Основная цель ультразвуковой диагностики, так же как и КТ и МРТ диагностики, выявить, является ли новообразование доброкачественным или злокачественным. Распространенность процесса мы можем определить. А все, что касается уже определения разновидности опухоли, этим уже занимается гистология. Многие пациенты спрашивают, вредно ли делать многократно ультразвуковое исследование. Нет, не вредно делать, но есть некоторые состояния, допустим, при беременности в первом триместре, при котором нам нужно придерживаться определенных критерий. В ультразвуковом аппарате есть специальные индексы, это температурные и механические индексы. Есть определенные критерии, при котором мы смотрим те или иные органы, и данный индекс, они должны соответствовать, не выходить за рамки. Либо, допустим, когда мы смотрим глазное яблоко, тогда тоже нам нужно придерживаться данным индексом, чтобы не навредить. А так, в принципе, ультразвуковые лучи, они вреда не приносят. И многие пациенты спрашивают, нужна ли специальная подготовка для ультразвукового исследования. Все зависит от того, в каком порядке пациент поступает. Если поступает в планном порядке, то за день до исследования нужно убрать из пищи все продукты, которые приводят к газообразованию. Если же пациент поступает в экстренном порядке, то специальной подготовки здесь не нужно, так как в последующем неоднократно еще пациент будет осматриваться врачом ультразвуковой диагностики. В следующих видеороликах мы поговорим об эластографии, мест эластографии в онкологии, манипуляции под УЗИ-контролем, это дренирование, биопсии, корбиопсии. Спасибо за внимание. До свидания.